Силачи Дальнего Востока уже давно удивляют своими отнюдь нечеловеческими возможностями. Они поднимают бревна по 140 килограммов и бросаются огромными бетонными шарами. Однако ни одно из подобных упражнений не идет в весовое сравнение с буксировкой транспортных средств. Во Владивостоке силачи решили посоревноваться в том, кто быстрее на своих плечах протащит многотонный тягач. Во Владивостоке такие соревнования впервые мы проводим. Дисциплина называется буксировка. В данном случае мы используем колесную технику. Вы видите, это грузовик сегодня. У нас классическая буксировка. Без использования каната просто спортсмены одевают по очереди специальную упряжку для буксировки грузовика. И, соответственно, определенную дистанцию проходит кто как может. Чтобы подойти к такому снаряду проводились специальные отборочные, а именно буксировка грузовика с меньшим весом. Там, увы, большое количество человек отсеялось, однако это только придало интерес финальному этапу. Задачу на решающих соревнованиях поставили простую на словах, но, казалось, нереальную на деле. Каждому участнику нужно было только с помощью своего тела протянуть машину весом в несколько тонн на несколько метров вперед. Здесь все по-честному. Водитель тягача ничем не помогает, только снимает с ручника. Дмитрий Умнов, как руководитель Приморской Федерации масс-рестлинга, не понаслышке знает, что такое сила тяги. В таком деле, по его мнению, помогают отнюдь не бицепсы. Подтвердить тот факт, что в буксировке на первом месте стоит вес, смог Алексей Бутан. Он сходу выбился в лидеры, протащив машину с первой попытки всего за 24 секунды. Именно этот силач в итоге и стал победителем соревнований. Я тренировался, я таскал машины потихонечку, по плохой дороге, чтобы сложнее было привыкать к этим нагрузкам. Получается, опять же. Не знаю, в чем особенность. У меня рост большой, вес мне проще. Я рычагом беру. Как отметили организаторы, сейчас по всей России идет масштабная реорганизация движения силового экстрима. Этот вид спорта набирает новые обороты и во Владивостоке. Уже летом местные силачи выявят лучшего в очередных соревнованиях, но уже по поднятию тяжелых бревен. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.